Новый облик исторического здания. Один из домов на проспекте Ленина. Собственник магазина покрывает гранитом. Некоторые жители считают, что такие работы недопустимы, другие, что новый облик пойдет на пользу. Мнение сторон выслушал Глеб Гунин. Дом на проспекте Ленина построен в 30-х годах 20-го века. За свою историю он претерпел множество изменений. К магазинам на первых этажах появились отдельные входы с крыльцом. Но большое внимание вызвал ремонт, который делает одна из компаний. Как отмечают городозащитники, дом 18 по проспекту Ленина является примером сталинского неоклассицизма. Во многих городах в этом стиле построены целые улицы и проспекты. Работать с такими домами нужно очень аккуратно. Сначала они срубили штукатурку, а потом, видимо, те параметры, как бы кирпичи, которые должны были быть облицованы уже этим керамогранитом, не умещались под их заготовки. Они стали срубать кирпичи. Тогда, конечно, мы забеспокоились. Департамент архитектуры уже направил письмо владельцу о недопустимости таких работ. Дом 18-50 относится к историческим зданиям. По ремонту фасада исторических зданий возможно применение только традиционных материалов и недопустимо фрагментарное изменение или окраска в другие цвета, а также устройство навесных фасадов. Такие работы считаются капитальным ремонтом, говорят в мэрии. Для их проведения необходимо провести собрание жителей. И пока его не было, но уже сейчас мнения разделились. Одни считают, что новый облик украсит старое здание, другие – против такого ремонта. Когда уже сделают, видно будет. Может быть, они какую-то красоту ведут свои, раз они с таким материалом работают. Хотят, видимо, выделиться. Лучше сохранить то, что было сначала. Сначала отштукатурить фасад и покрасить все одним цветом. Владелец магазина к ремонту готовился заранее. Разработал проект, по которому часть дома покроют натуральным камнем. Говорит, внешний облик здания испорчен не будет. Напротив, гранит украсит этот дом. На данный момент дом не является памятником архитектуры. Но, тем не менее, мы тщательно отнеслись к согласованиям, заручились поддержкой местных жителей. Ну и приступили к ремонту. Данный фасад, когда он будет готов, будет являться просто украшением города. Уже завершена половина работ. Гранитом покрыты колонны и несколько окон. Полную реставрацию планируют завершить в течение месяца. А пока градозащитники ждут ответа из прокуратуры и недоумевают, как можно разбивать здание на несколько архитектурных стилей. В надзорном ведомстве уже начали проверку. Глеб Гунин и Михаил Колобов. Вести Ярославль.